19 многодетных семей, состоящих в очереди на получение бесплатного участка и выбравшие денежную компенсацию вместо земли, стали счастливыми обладателями свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Жилищные сертификаты семьям, имеющих трёх и более детей, вручил первый заместитель главы администрации Андрей Лукьянов. В конференц-зале администрации города собрались многодетные родители. Долгожданные свидетельства на социальную выплату получают семьи, которые находились в очереди на получение земельного участка для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства. Семья Абдурахмановых живёт на Ямале уже более 12 лет. На крайний север переехали из Татарстана. Здесь, в Муравленко, у них родились трое детей и все девочки. Решить жилищный вопрос многодетным родителям поможет социальная выплата. Подали мы заявление в 2020 году, в феврале месяце. В марте месяце нам уже пришло уведомление о том, что нас поставили на очередь. Буквально простояли мы год и вот уже мы получили сертификат. Мы очень рады. Это очень хорошая поддержка для многодетной семьи. И хочу выразить благодарность нашей администрации города Муравленко, нашему губернатору за то, что такая поддержка для многодетных семей. Сегодня в очереди на получение земли состоит 116 многодетных семей. Взамен участка большинство выбирает получение целевой социальной выплаты. Для семей, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, её размер составляет 30% от средней стоимости жилья. Участники, которые не признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, то есть те, кто встал в очередь до 2016 года, получают фиксированную выплату 464,5 тысячи рублей. Семьи, состоящие в очереди на получение участка подсадоводства, получают выплату 100 тысяч. Что касается 100 тысяч рублей, то есть это новелла, и граждане, кто встает на учет для получения земельного участка, для ведения садоводческой деятельности, для обустройства огорода, значит, эти семьи могут вместо данного земельного участка написать заявление на получение выплаты. Нужно сказать, что в случае, если семья планирует направить эти средства в совокупности с материнским капиталом на улучшение жилищных условий, эта выплата будет увеличена на 10% и составит уже 110 тысяч рублей. В этом году вместо земли многодетным планируют выдать 33 свидетельства на общую сумму более 47 миллионов рублей. Направить средства можно на покупку или строительство жилья в многоквартирном доме капитального исполнения, индивидуального жилого дома оплатить первоначальный ипотечный взнос при получении жилищного кредита или погасить по нему основную сумму долга и процентов. Для нас, для многодетных семей, это очень хорошая поддержка, весомое подспорье. Учитывая, что есть уже квартира с ипотекой, то, естественно, мы будем гасить основной долг по ипотеке. Есть цель к тому, чтобы дальше развиваться, иметь еще дополнительных деток, допустим, если кто-то там планирует. Это очень положительный момент в том, что государство действительно заботится о многодетных семьях. В завершении церемонии вручения многодетные родители могли получить консультацию специалистов управления муниципального имущества. Помимо того, что им выдаются эти социальные выплаты, свидетельствами социального выплата, там есть ряд обязанностей, на которые они должны соблюсти, соответственно, дабы эту социальную выплату получить. Чтобы не попасть в правовую коллизию, поэтому люди интересуются, как сделать, как правильно сделать. И, соответственно, сроки действия свидетельств тоже на 100 дней, поэтому надо успеть в этот период оформить. До 1 апреля участникам очереди необходимо пройти ежегодную перерегистрацию. За более подробной информацией можно обратиться в УМИ по телефону 55 2 11. Алена Гафарова, Сергей Лукович, Новости Муравленко.